Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В прямом эфире на самые важные темы. Глава Самары ответила на вопросы в студии телеканала «Самара ГИС». Столицу региона начали готовить ко дню города. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела общественные пространства советского района. Передать часть родной земли. Делегация из Самарской области вместе с гуманитарным грузом привезет на Донбасс капсулу для музея боевой славы. Обновленный и удобный маршрут. Проспект Кирова приводит в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Жалобы жителей отработаны. 12 бездомных собак в приюте. О чем спорят якобы хозяин и кто прав в этой истории. О самом важном из жизни города в студии телеканала «Самара ГИС». Сегодня глава города Елена Лапушкина стала гостем прямого эфира программы «На связи с городом». Мэр рассказала о реализации масштабных транспортных проектов, о регулярной сезонной работе и об актуальных темах, а также ответила на вопросы телезрителей. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Таких масштабных проектов в Самаре не реализовывали со времен Чемпионата мира по футболу. Строительство развязки на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии стало одной из главных тем прямого эфира на телеканале «Самара ГИС» с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр рассказала, что новый путепровод решит проблему пробок в этом районе города. После запуска движения на этом участке возрастет и скорость движения, и трафик. По этому проекту предусмотрена бесплатная замена окон на шумоизоляционные для жителей в тех домах, что выходят на новую развязку. Глава города отметила, что реализация таких проектов – большая удача для города, которая стала возможной благодаря работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Есть у нас определенные ограничения. Были вынуждены разрабатывать отдельную схему движения, разрабатывать компенсационные мероприятия. Но, тем не менее, у нас развязка уже близится к завершению. На сегодняшний момент могу сказать, что темпы строительства достаточно высокие. Благодаря поддержке губернатора и его системной работе в городе реализуется еще один масштабный проект – строительство новой станции метро «Театральная». Она позволит жителям из Юнгородка и Безымянки добираться до исторического центра в течение получаса без пробок и без поиска парковочных мест в центре города. Так жители смогут комфортнее посещать театры, музеи, фестивали на площади Куйбышева, не беспокоясь об обратной дороге домой. А многим горожанам станет удобнее добираться до места работы или учебы в советском, кировском и промышленном районах города. Строительство неизбежно сопровождается временными неудобствами, но итоговый результат перекроет их, так же, как это было и во время строительства развязок на Московском шоссе. Сроки и по строительству развязки, и по строительству метро стоят очень жесткие. И, конечно, цель и у Дмитрия Игоревича Азарова, и у подрядных организаций справиться с этой работой в максимально сжатые сроки. Увы, в определенных неудобствах мы не избежим. Действительно, нам надо просто немножко потерпеть. И, как вы правильно сказали, все эти неудобства очень быстро забываются. Конечно. Говорили в эфире и о регулярной сезонной работе. Рассказал глава города о подготовке Самары к отопительному сезону. Общая готовность к нему сейчас составляет более 75%. Все испытания работы по перекладке идут по графикам. Готовят к сезону и 101 котельную. Большое внимание в этом году уделили Куйбышевскому району Самары. Также в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе обновляют почти 55 километров самарских дорог. Кроме того, преображаются дворы и общественные пространства. В этом году работы запланированы по 55 дворам и 5 скверам и паркам. Елена Лапушкина выразила надежду, что жители будут следить за обновленными территориями и сохранять в них чистоту. Чем дальше эта программа будет существовать, мне кажется, жители все больше и больше будут принимать участие, потому что они видят результат. Они гуляют по этому результату, они получают удовольствие от этих территорий, которые они сами по факту создали. Они нам только подсказали, где в первую очередь это надо сделать. Важной темой стало и активное развитие и распространение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Это электронная система, которая содержит большой объем информации, помогающим жителям города правильно управлять своим имуществом. С помощью системы жители могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обращаться к своим управляющим компаниям или контролирующим ведомствам, а также получать доступ к широкому спектру разных услуг. Меньше чем через месяц стартует учебный год. Елена Лапушкина рассказала, что этим летом ремонт проводили в 16 самарских школах. 1 августа стартовала комиссия по оценке готовности всех муниципальных образовательных учреждений. Также глава города отметила, что продолжит встречи со старшеклассниками. Мне очень понравился результат этих встреч, наши диалоги, которые состоялись. Не так много школ я объехала, но тем не менее в каждой школе были заданы очень интересные вопросы, были подняты темы, которые волнуют и взрослых, смею вас заверить. Отдельно обсудили в прямом эфире и безопасность на водных объектах. В Самаре с начала купального сезона произошло несколько происшествий на воде, в том числе с участием детей. Глава города напомнила жителям правила, которые необходимо соблюдать для безопасного отдыха. Купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не купаться в темное время суток, а также в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, я хочу сейчас призвать всех наших жителей, дорогих, быть внимательными к себе и к своим детям, к своим родным и близким. Соблюдайте правила безопасности. Это прежде всего для вас. Говорила глава Самары и о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Елена Лапушкина призвала горожан пройти ревакцинацию. Сейчас самое время напомнить людям о том, что ревакцинацию надо все-таки сделать. Это то, что нас спасает. Также среди тем прямого эфира прозвучали подготовка ко дню города, сотрудничество с белорусским городом Брест, а также формирование Самарского батальона. Отвечала Елена Лапушкина в прямом эфире на вопросы жителей, которые поступали в студию по телефону или через аккаунты телеканала в социальных сетях. Там же можно посмотреть полную запись прямого эфира с главой Самары Еленой Лапушкиной. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. У Вечного огня в Парке Победы прошла торжественная церемония забора земли с родины бойцов, уроженцев Куйбышевской области, погибших при взятии стратегически важной высоты в 1943 году на Тонбассе. В церемонии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, депутаты губернанской думы и представители ветеранских и поисковых организаций. Делегация из Самарской области передаст капсулу с землей вместе с гуманитарным грузом в город Снежное в рамках дружеского соглашения о взаимопомощи между городом и регионом. Подробнее Андрей Горгуленко. Доставить родной земли для тех бойцов Великой Отечественной, которые похоронены в братских могилах на Донбассе. Такая задача у делегаций, которая вместе с гуманитарным грузом доставит капсулу с землей в музей боевой славы в городе Снежное Донецкой Народной Республики. Это проходит в рамках договора о сотрудничестве и взаимной помощи, которую подписали глава администрации города и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капсулу наполняет ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Аминь. Малый Сталинград. Именно так назвали кровопролитную битву за высоту 277,9 в Донецкой области в 1943 году. С этой точки, недалеко от города Снежное, открывается вид на несколько десятков километров во все стороны, а потому она была стратегически очень важна. Бои за вершину продолжались 12 дней и завершились победой советских войск. В сражении погибли более 100 тысяч солдат, в том числе и уроженцы Куйбышевской области. Поисковые работы, чтобы установить их личности, продолжаются, но сейчас уже известны имена четырех человек. Мы сейчас открыли несколько пока имен этих солдат. Один из них, как раз самый первый, кто прорвался через градительные обороны фашистов, завладел этой высотой и на протяжении суток ее удерживал до прихода основных сил. Возвращаясь, делегация привезет на родину землю с этого кургана, чтобы установить капсулу в Самаре, а также передать часть земли в те села, где родились участники той битвы. Для родственников это достаточно такая трогательная минута, когда предоставляешь информацию, еще и прикладываешь в гильзе землю. То есть кто-то хранит ее у себя дома, кто-то высыпает при захоронении на могилу. То есть, ну, это достаточно, можно сказать, священное такое действие, которое происходит, все, что связано с землей. В церемонии забора земли предшествовало и возложение цветов к вечному огню, в который принимали участие глава Самары Елена Лапушкина, депутаты губернской думы, представители ветеранских организаций, патриотических отрядов и поисковых движений. Делегации Самарской области отправятся в Снежное в ближайшие дни. В это время будет продолжаться поиск родственников тех солдат, чьи имена уже известны. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Подготовка ко дню города в полном разгаре. Глава Самары Елена Лапушкина проверяет состояние общественных пространств, которые были благоустроены в последние четыре года по федеральным и региональным программам. Сегодня глава города осмотрела территории в Советском районе. Какие скверы и парки пользуются популярностью у жителей и какие работы предстоит сделать в ближайшее время, расскажем в следующем сюжете. Сквер на пересечении Авроры и Аэродромной даже в жаркий день пользуются популярностью у самарцев. Дети играют в сухом фонтане, а горожане постарше отдыхают в тени деревьев или занимаются на спортивных площадках. В этом во время объезда Советского района убедилась глава города Елена Лапушкина. Она проверила состояние малых архитектурных форм, а также оценила цветы в клумбах сквера. Видно, что за сквером ухаживает, и вижу, что он пользуется популярностью. Да, сейчас очень жарко, не так много людей, но сколько детворы у нас на фонтанах. Вижу, что изумрудная трава, вижу, что цветут цветы. Конечно, хочется увидеть такую же картину на всех оставшихся объектах. Не все так хорошо в сквере Чехова. Здесь необходимо обновить сцену, на которой читали стихи и танцевали. Восстановить сетку на спортивной площадке, почистить и покрасить зоны для настольных игр. В чистке нуждается и озеро в сквере «Родничок надежды». Вода здесь сильно заросла водорослями. Подземным родникам тяжело пробиться, чтобы наполнить озеро. В прошлом году его очищали от зарослей и ила летом. Теперь для лучшего результата специалисты предлагают сделать это зимой. Понимаем, что надо чистить и надо определиться все-таки с технологией. Сейчас предлагают почистить это зимой, когда озеро полностью промерзнет. Посоветуются специалисты. В сквере самарских космонавтов глава города дала поручение обновить памятник покорителям космоса, почистить и покрасить постамент и саму композицию, а также проверить санитарное состояние деревьев. Во время объезда глава Самары обращает внимание не только на общественные пространства, а также проверяет, как ведутся работы по благоустройству дворов, обновлению дорог и перекладке теплосетей. Хочется видеть полностью картину, и не только сквер. Хочется видеть, как ведутся работы на уличной дорожной сети, как ведутся работы во дворах. У меня это действительно важно, и тогда будут предметные разговоры уже на оперативных совещаниях по протоколу, чтобы в дальнейшем контролировать их исполнение. До конца августа глава города проверит общественные пространства, которые были благоустроены с 2018 года по федеральным и региональным программам во всех девяти районах города. Особое внимание будет уделено тем территориям, о которых часто пишут жители. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Проспект Кирова приводит в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый асфальт укладывают на участке от Московского шоссе до улицы Старозагора. Этой ночью половину дороги обновили. В обратном направлении ее отремонтируют в ночь со среды на четверг. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Проспект Кирова – один из самых важных городских поперечников, соединяющих между собой крупнейшие улицы города, в том числе Московское шоссе и Новосадовую. В этом дорожно-строительном сезоне участок от улицы Старозагора до Московского шоссе обновят большими картами. Было много дыр, были большие колеи, и, в общем, движение было затруднено немного. «Ну, надеюсь, дорога будет гладкая, и по ней можно будет с комфортом ездить. Ну, вокзальная, в принципе, хорошо сделана, ну и Старозагора тоже хорошо сделана у нас». Работа по ремонту дороги ведутся по самым передовым технологиям – фрезерование, очистка от пыли и грязи. На финише заливают основание битумной эмульсии и следом укладывают высокопрочную смесь «ЧМА-16» на полимерно-битумном вяжущем. Делают дорогу гладкой ровной два катка. Перед отправкой смесь из завода и перед укладкой подрядчик и контролирующая организация МБУ «Дорожное хозяйство» проверяют все ее свойства, включая температуру. Она всегда в пределах нормы – более 150 градусов Цельсия. Чтобы во время дороги с завода до участка укладки смесь не теряла температуру, КАМАЗы оснащены пологами. «Отработаны техкарты по укладке асфальтобетона, по которой мы работаем ежедневно с этим асфальтом. Также у нас есть человек, который за этим следит, за проходами, за температурным режимом. Для данной ширины на сегодняшний день пару катков более чем достаточно. Ширина укладки у нас 3 метра сегодня. Но в тонах на сегодня это больше 500 тонн, которые мы планируем уложить». Мониторингу подвергается каждый этап ремонта дороги. Через 24 часа отбираются керны – трубы свежего асфальтобетонного покрытия. Для лабораторных испытаний образцы проверяют на соответствие физико-механических свойств. Площадь отремонтированной дороги на проспекте Кирова составит порядка 8 тысяч квадратных метров – 700 метров в длину. Сейчас приведена в порядок половина дороги. К концу недели укладку на объекте планируют завершить. Объект обновляет на средства национального проекта безопасные качественные дороги. «Качество мы проверяем. Проверяем основание очистку, проверяем розлив битонной эмульсии, проверяем температуру асфальтобетонной смеси, чтобы она соответствовала нормативам. Ну и, в принципе, смотрим фактическую толщину на данный момент укладываемой смеси. Если есть замечания, выписываем предписания, которые устраняют на месте». В Самаре по нацпроекту безопасные и качественные дороги в этом году план выполнен на 80%. В ремонте 6 участков. Завершить ремонтные работы на объектах уличной дорожной сети планируют к 1 сентября. Таковы условия муниципальных контрактов этого года. Ольга Павловна, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Депутаты Самарской думы в составе выездной комиссии побывали на муниципальных ярмарках города. Там же решали, как сделать условия работы этих продовольственных точек еще лучше, чтобы привлечь больше потенциальных продавцов и клиентов. Это нужно в первую очередь для того, чтобы искоренить незаконные торговые точки, периодически возникающие в городе. Какие предложения для усиления конкурентной способности внесли депутаты, узнала наша съемочная группа. Феномен 90-х и начала нулевых. Незаконная приладковая продажа овощей и фруктов в Самаре постепенно сходит на нет. Однако периодически такие точки реализации продукции все-таки появляются. Чтобы решить эту проблему, городские власти организовали муниципальные ярмарки. Во время выездной комиссии депутаты городской думы осмотрели помещение ярмарок, поговорили с арендаторами и убедились в качестве продукции. Задача такой инспекции – найти новые механизмы повышения популярности муниципальных торговых точек. Прежде всего депутаты предложили повысить информированность граждан и ввести большее количество акций для пожилых садоводов и огородников, которые хотят торговать в павильонах. Пенсионеры очень хотят реализовывать небольшое свое ведерко малины, ведерко смородины. Все то, что они выращивают. Ко мне непосредственно приходили жители моего округа. У них есть такая потребность реализации своей продукции. Напомним, в Самаре работают 22 муниципальные ярмарки, где можно купить продукцию по самым низким ценам. Торговые павильоны обеспечены всем необходимым – лотками, кондиционерами и холодильниками, а также уборными. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Далее о других событиях этого дня. Госдума собирается увезти льготу на ввоз автомобилей из-за рубежа. Некоторым категориям граждан могут вернуть половину суммы, уплаченной в виде таможенных пошлин. Право на возврат половины суммы получат родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Срок может быть продлен по решению правительства России. В Самаре изменился вид парковки на участке улицы Новосадовой. Как сообщает городской департамент транспорта, речь идет об отрезке между улицами Челюскинцев и Первомайской. С 9 августа там разрешен продольный вид парковки вместо поперечного. Нововведение необходимо для исполнения проекта организации дорожного движения по Новосадовой в 2022 году. Автомобилистов просят проявлять внимательность. В Самарской области 13 августа добавят дополнительные рейсы до Ширяева. Как уточнили в Самарском речном пассажирском предприятии, это связано с проведением в селе фестиваля «Жигулевская вишня». Дополнительные рейсы будут утром в 8.20 и в 8.40 из Самары, а также днем в 14.30 и вечером в 18.30 из Ширяева. Тем временем в регионе и городе продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Прививки уже сделали почти 1 миллион 750 тысяч человек. На фоне подъема заболеваемости COVID-19 специалисты напоминают, регулярная вакцина-профилактика – необходимая мера для поддержания коллективного иммунитета. Как процедуры идут в Самарской городской больнице номер 10, расскажет наш корреспондент. Скажите, пожалуйста, вы до этого ранее вакцинировались? Да. Жительница Самары Наталья Кучарук хочет быть здоровой, поэтому на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции приходят уже в четвертый раз. Несмотря на пенсионный возраст, женщина по-прежнему работает и является сотрудником детского поликлинического отделения, а стало быть, постоянно контактирует с большим числом людей. Все сделанные ранее прививки она перенесла хорошо. Без температуры, без особых таких вот симптомов, все у меня все хорошо в этом отношении, поэтому я не боюсь и вакцинируюсь. Такого же мнения придерживается и жительница Самары Татьяна Крайнова. Чтобы обезопасить себя и близких от возможного заражения COVID-19, она вакцинируется по графику. Я ждала, что пройдет полгода, и я приду, и каждый вот как положено, я прихожу и вакцинируюсь. Особенно важно вакцинироваться перед началом осеннего сезона, утверждают медики, когда отмечается рост респираторных заболеваний. Прививки уже сделали почти миллион 750 тысяч жителей региона. Повторную вакцинацию прошли свыше 528 тысяч человек. На фоне подъема заболеваемости COVID-19 в Самарской области специалисты напоминают, регулярная вакцина-профилактика – необходимая мера для поддержания коллективного иммунитета. Бояться прививок не нужно. Перед процедурой пациента в обязательном порядке осматривает врач. Конечно, необходимо прививаться, необходимо ревакцинация, потому что иммунная защита действует в течение только шести месяцев. То есть через шесть месяцев вам нужна обязательно повторная прививка. Вакцинация спустя полгода после первичной иммунизации или перенесенного заболевания укрепит иммунитет и при встрече с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуги, по телефону поликлиники или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлова, События. Сотрудники службы по отлову безнадзорных животных забрали в приют 12 собак из Ленинского района Самары. На четвероногих питомцев пожаловались местные жители, которые опасались за свои жизни и здоровье. Известный в городе Владимир Шумилин заявил, что собаки принадлежат ему и потребовал у волонтеров вернуть животных. В спорной ситуации разбирался наш корреспондент Анатолий Головко. Установить право собственности и создать достойные условия для четвероногих питомцев. Таков вердикт специалистов, которые отловили 12 собак в Ленинском районе Самары. Однако у животных объявился, как он сам себя называет хозяин. Дядя Вова содержит во дворе около двух десятков безнадзорных собак. Точно их количество подсчитать невозможно. Во время велопрогулок по центру города мужчина берет животных с собой, о чем свидетельствуют многочисленные видео и фотографии, которые публикуют в социальных сетях горожане. Люди переживают, что собаки могут наброситься на прохожих и покусать их. Дядя Вова убеждает самарцев в обратном. По его словам, питомцы не агрессивны и опасности для окружающих не представляют. Вот только доказательств этим утверждением нет. Накануне сердобольный мужчина приехал в приют, чтобы забрать питомцев. Вот только Шумилин забыл, что такие вопросы нужно решать не по понятиям, а в рамках действующего законодательства. Какое я должен право собственности вам доказывать на них? Право собственности эти могут собаки сами себе доказать. Вот я встану вот там, вот там, вон где-то навозная куча. И вы их выпустите, и мы увидим. Если они придут к вам, значит им с вами хорошо, значит вы их хозяева. А если они придут туда ко мне, я не буду их звать, значит я их хозяин. Директор подрядной организации Инна Тарасенко говорит, что жители Ленинского района Самары завалили местную администрацию жалобами. Когда забирали животных в приют, выполнялся заказ-наряд департамента городского хозяйства. Весь процесс контролировали сотрудники полиции. Сейчас собаки находятся в вольерах, они чувствуют себя хорошо. Зоозащитники дали убедиться в этом Владимиру Шумилину лично. Мне кажется, что если мы будем больше прислушиваться и меньше конфликтовать, мы можем найти какое-то трезвое решение для того, чтобы удовлетворить всех. И тех, кто жалуется, и Владимира, который должен со своими собаками проводить время, и нас. После встречи с сотрудниками подрядной организации, дяди Вове предложили установить право собственности на собак. Мы будем следить за развитием событий вокруг этой темы. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В период летних отпусков и каникул жителям Самары необходимо соблюдать правила поведения на воде. Напоминаю, в телеграм-канале городской администрации. Нельзя купаться в нетрезвом виде, плавать в незнакомых местах, нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, а также заплывать за буйки и ограждения, приближаться к судам, плотам, прыгать в воду с лодок и катеров. Не подвергайте свою жизнь опасности. 12 августа Самарская область вместе со всей страной отметит День военно-воздушных сил, информирует телеграм-канал Кировского района. С 16 до 9 часов вечера на второй очереди набережной будут работать самые разнообразные тематические площадки и выставки. Открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в российскую армию. Специалисты помогут вступить в Самарский батальон. А вечером здесь пройдет митинг-концерт под Небом Единым, приуроченный к празднованию Дня военно-воздушных сил и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Работникам IT в телеграм-канале Советского района рассказывают, как повысить квалификацию в области искусственного интеллекта. Государство софинансирует до 85% от стоимости курсов по федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». К примеру, при стоимости обучения от 95 до 110 тысяч рублей доплата составит всего от 10 до 25 тысяч. Это менее 25% от рыночной стоимости курса. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии информируют, что для удобства пользования электронным справочником ГИС ЖКХ сделана презентация. Самарцам напоминают, что наиболее качественные услуги предоставляются там, где жильцы активно не ждут действий от ресурсоснабжающих и управляющих компаний и берут управление собственным домом в свои руки. Ознакомиться с презентацией можно на странице телеграм-канала Департамента. Самар-ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, как много вы проводите времени в социальных сетях. Почти половина опрошенных ответили, что сидят в соцсетях постоянно. 29% респондентов заходят, когда есть настроение, но предпочитают живое общение. 20% пользуются аккаунтами только по работе. И 8% горожан не пользуются соцсетями вовсе. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самар-ГИС» на видеохостингах, преодолело очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. «Самар-ГИС» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. На этом у меня пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара-ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до скорой встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok